Дорогая церковь, хочу сказать славу нашему Господу. Сейчас про Женепио Псалом мне очень касалось, потому что, сидя сейчас здесь, стоя, делясь словом, я понимаю, что Бог свершил в моей жизни. Знаете, буквально чуть больше трех, три года назад я также проходил реабилитацию, сидел вот здесь и осознаю, понимаю, насколько велика милость Божия ко мне, к нам, каждому, что Он свершил это великое чудо. Он, сам Бог, отдал Сына Своего за каждого из нас, и слава Ему за это. И хотел бы буквально поделиться, засвидетельствовать, уже год назад, уже год прошел, 20 августа будет ровно год, как братья, я помню, брат Петр молился, благословили на служение в городе Новокузнецке. Мы также несем служение, ответственное в центре города Новокузнецке, в центре реабилитации. И Бог свершает великие чудеса, и также в нашем служении приводит людей. В этом году, в сентябре у нас будет, за пребывание вот этого служения реабилитации в нашем городе, у нас будут первые братья, которые будут заключать водный завет. Слава нашему Господу за это, что люди приходят, люди спасаются, Бог изменяет судьбы. Это только слава нашему воскрешему Иисусу. И хотел бы поделиться мыслью, может быть, засвидетельствовать о своей личной жизни, то, что Бог совершает и в моей жизни. И знаете, один из моих таких любимых стишков Библии, это филиппийцам 1 глава 6 стих. «Будучи уверен в том, что начавши вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Бог хочет совершать что-то в нашей жизни. Он хочет исполнять свою волю в нашей жизни. Он хочет использовать нас для чего-то благого, для чего-то славного. Он что-то, когда мы пришли, да, когда мы отдали жизнь свою Иисусу, когда мы отдались Ему, Он говорит, будучи уверен в том, что Он начал что-то в нашей жизни, Он что-то стал совершать. Угодно Ему, славно Ему. И Он хочет это продолжать. Но, я так рассуждал, но это же зависит от меня, это в моих руках, исполнение Его воли жизни, как хочу ли я, чтобы воля Божья исполнялась в моей жизни. И, знаете, должно произойти какое-то действие, размышляя, читая, что что-то должно, да, мы должны какой-то сделать выбор, смириться, согласиться с тем, даже для того человека, который пришел, может быть, первый раз, который, может быть, никогда не услышал бы Иисусе, да, и Писание говорит, в Римляне нам записан такой стишок, это 10 глава, 13 стих. Ибо всякий, кто призовет имя Господне спасется, должно произойти какое-то действие, должны призвать имя Господа, чтобы что-то произошло, чтобы мы отдались Ему, чтобы вот эта работа Божья, знаете, она произошла в нашей жизни, какое-то действие. И также соглашение с Его волей, с исполнением Его воли в нашей жизни, чтобы мы могли исполнять волю Божью, мы должны согласиться, мы должны принять то, что хочет делать в нашей жизни. Это не всегда приятно. Я хочу, знаете, поделиться такими какими-то моментами, переживаниями в личной жизни. Знаете, уже как бы трудился здесь с братом Денисом, когда помогал, что-то старался делать при центре, там, принимать людей на реабилитацию, помогать что-то куда-то ехать, участвовать в чем-то, знаете, но такое мое было у меня, знаете, на протяжении долгого времени. Это буквально произошло, вот, знаете, открылось мне лично. Я хочу об этом поделиться. Это было, может быть, в марте, примерно в марте. Исполнение воли Божьей, знаете, Иисус, ну, я же служу Тебе, я тружусь в центре реабилитации, я понимаю, что Ты поставил меня на это служение, что Ты благословляешь, Ты устрояешь все в центре, Ты благословляешь финансами, Ты приводишь людей, Ты спасаешь людей, Ты все, Боже, но, а почему для меня лично ничего не случается, почему вот у меня такая же вот на протяжении долгого времени пластинка не меняется, как-то все проходит, ни работы, ни как-то, ну, никаких финансов, ну, один костюм там уже долгое время ношу спортивный, уже дырку зашил на коленке, знаете, протерлась. Почему что-то, ничего, обратки, почему нету? Я вот так вот, я делюсь своими переживаниями. И знаете, я задавал Богу вопрос, а почему? Я ожидал, что добра, ну, Боже, я же тружусь для Тебя, я приношу, ну, как бы, стараюсь как-то искренне, я люблю мое служение, я полностью понимаю, что это воля Твоя, я хочу исполнять, ну, Боже, ну, мне как-то неуютно, мне как-то неприятно, мне как-то, ну, может быть, даже обидно, почему-то нету благословения обратно, знаете. И так размышляю, и как-то стараюсь что-то своими, там, силами, там, что-то попробовать сделать, там, как-то заработать какие-то финансы для себя и для центра, мне что-то не получается, я не знаю, вот, знаете, и такая мысль, знаешь, Бог как бы вразумлял, я не знаю, открыл меня, знаете, ну, ты же избрал исполнение моей воли. Ты хочешь, знаешь, ты хочешь, получается, исполнять мою волю, но на моих условиях исполнение воли Божьей, знаете. И история такая, я читал недавно Авраам, да, мы понимаем, что Авраам, он услышал голос Божий. Авраам был очень такой богатый человек, у него был бизнес, знаете, и он услышал голос Божий, он понял волю Божью, он согласился на то, что даже, может быть, надо что-то оставить, хорошее место, хороший город и пойти в неизвестность, знаете. Порой страшно, мне вот непонятно, что там за той стенкой сейчас творится, понимаете. Я не вижу, я не пойду, потому что я не знаю, что там, ну, понимаете. И так же в нашей жизни, Иисус, ну, почему, почему нет устройств, мне как-то порой охота, чтобы как-то и по-моему было, знаете. И был такой момент, я молился, и, знаете, и был разговор, у нас есть служитель в городе Новокузнецкий, брат Андрей, долгих, я помню, знаете, сидел за столом, уже был первый час ночи, мы общались, и он говорит, ну, что там, как ты там, как дальнейшее думаешь? Я говорю, не знаю, у меня ничего не получается, вот, получается быть в центре уже третий год, живу в центре реабилитации с братьями, вот, как-то вот, вот, знаете, и пришел такой момент, знаешь, я говорю, брат Андрей, я вот буду делать то, что вот Бог хочет, вот, вот, если надо еще в центре, я не знаю сколько, да, уже, уже вот подустал в центре, три года, уже изжога от супа, уже, вот, знаете, такое подходит, знаете, как-то уже такое, и ропот, не ропот, уже как-то, я говорю, ну, если это надо, если Бог это доверил мне, потому что я понимаю, сознаю, с чего он меня вытащил, с чего он меня достал, я буду дальше трудиться. Я говорю, не хочу думать ни о какой же нитьбе, ни о какой работе, я буду трудиться в центре реабилитации. Благословясь что-то в гуманитарке, буду носить, знаете, нету нового костюма спортивного, значит, нет, знаете, я просто вот так вот сидя, я искренне сказал, я говорю, давай помолимся, знаешь, и мы помолились, я сказал, Боже, я буду стараться, хоть мне это иногда не нравится, хотя очень тяжело, хотя хочется что-то своего, хочется, знаете, как-то своего, чтобы устройство было, как-то, знаете, но есть великий Бог, который все видит наперед, который все уже предопределил, который предопределил для Авраама, который предопределил для многих, когда мы читаем Писание, да, он все усматривает, и он предопределил для каждого, когда мы вот искренне, знаете, безвыходной ситуации, уже вот просто соглашаемся с волей Божьей, скажем, Боже, ну сколько нужно, вот, ну если нужно еще год реабилитации или там год служения быть в этом, ну ты помоги, ты дай силы, вот когда вот именно Богу, я не знаю, может быть, нужно было увидеть вот это мое все уже, сдаться полностью, уже не ждать ничего Божьего, как ты хочешь, ты благослови, ты устрой, и знаете, и буквально как-то, знаете, незаметно, я сказал, все, мы будем заниматься в центре, там у нас мы стали благоустраивать территорию, там, и как-то устройство пошло, и здесь такое свидетельство из личной жизни, знаете, вот, именно вот это вот, вот, когда я сам признался в самом себе, что Иисус, ну да, я хочу что-то, чтобы обратно, ну, как бы я заслужил, не заслужил, может быть, это громко сказано, но Иисус, ну ты же хочешь благословлять, ты хочешь давать, ты знаешь, и Бог, Он никогда не приходит поздно, Он никогда не приходит рано, Он всегда приходит вовремя, знаете, у Бога все запланировано для каждого из нас, а в начаше нас доброе дело, Он начал, Он будет совершать, Он не остановится, при нашем согласии в Его воле, если мы соглашаемся с Его волей, как Он предопределил, знаете, ну, если есть какие-то неудобства, значит, Бог хочет провести, Он хочет, чтобы мы приблизились к Нему, знаете, и буквально Бог стал совершать, знаете, то, что человеку невозможно, Богу все возможно, Бог стал устроять и в центре, и, знаете, как-то, как-то в духе, я не знаю, в силе Бог стал работать с людьми, Он что-то стал производить внутри центра, знаете, Бог стал хрестить и Духом Святым, знаете, и какое-то действие, вот, знаете, когда, когда, когда не ты делаешь, а вот что-то совершается, как, знаете, по самом себе устройство, в Божьем деле, во всем вокруг Бог стал совершать чудеса, знаете, и Он не оставил меня. Я сейчас, знаете, проезжая мимо Томска, остановился здесь на пару дней, я лечу в Волгоград, у меня 24 августа будет свадьба. Бог усмотрел и подарил мне прекрасную невесту, которую, знаете, это реально от Бога, это Бог совершает. Именно тогда, когда мы уже устали барахаться и полностью доверяемся Его воле, Он идет и Он уже дает нужное в свое время, это такой великий наш Бог. Я благодарю нашего Бога, что Он совершает чудеса, знаете, меня сердце просто переполняет. О, мой Господь, да, Ты дивный и велик, я не могу, знаете, я помню, запутанный, пустой сидел вот здесь, разбитой жизнью, все, не было смысла, я не мог понять, почему. Но когда вот искренне обращаешься к Богу, Он совершает человеку невозможное, а то, что ему возможно, и слава Богу за это. Знаете, просто эмоциями переполняется мое сердце, стоять здесь, свидетельствовать о великой славе Божией. Уже четвертый год, как Бог, знаете, свершил, изменил, восстановил, дал вот этот шанс служить Ему, идти и благовестовать. Я говорю, Божий, я не могу молчать о Твоей славе, Ты один достоин хвалы, чести, славы, знаете, потому что это великий Бог. Это уже не надо прилагать усилия, Он Сам совершает свое нужное время. Он начал, Он и будет совершать до пришествия Господа Иисуса Христа. Я хочу сейчас молиться, знаете, может быть, это лежит на моем сердце, может быть, вот какая-то уже подходит, знаете, уже усталость, уже почему-то заело, уже год, знаете, там, ничто не меняется. Но вот это доверие, нужно доверие Богу. Нужно вот чуть-чуть, вот, 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 стать бессильным, чтобы Его сила, Его слава явилась. Не просто явилась, а явилась в огромной силе, в могуществе, чтобы Его имя было прославлено, не только в Твоей личной жизни, и чтобы другие видели, и другие слышали, какой дивен и велик наш Бог. Я хочу сейчас об этом молиться, чтобы, может быть, обратиться к Нему, кому-то, вот, Боже, Ты помоги, Ты дай силы. Ты укрепи, вот, я уже бессилен, но Ты помоги, Ты помоги увидеть Твою волю, что Ты хочешь. Иисус придет, и Он даст силы, и Он поможет. Я это не придумываю, это история, это свидетельство моей жизни, то, что Бог совершает, знаете. И я хочу об этом помолиться и попросить Божьего благословения, чтобы Господь дал силы нам идти дальше и познавать волю Его. Может быть, страшно в дальнейшем, но, знаете одно, Бог, Он всегда рядом. Мы Его не видим иногда, но Он всегда рядом, и Он всегда готов помочь и дать силы. И пусть Его имя будет прославлено в нашей жизни.